Чэнду – крупный туристический центр Китая. Известная гастрономическая столица, а еще это родина Панды. В Чэнду налажено 250 авиамаршрутов. Очередной 251-й Сочи планируется на первую половину 2017 года. От слов пора переходить к делу, подчеркивает мэр Сочи. Тем более, что одобрение генеральных консулов и начальника управления туризма КНР давно получено. Мы сегодня говорим, да, давайте начинаем летать, туристические обмены делать. Если у вас есть проблемы с перевозчиком, можно это переадресовать тогда нашему туроператору. И тогда наш туроператор будет в Китае заниматься вопросами организации туристических групп. Я так понимаю, что любой перевозчик, он с удовольствием откроет рейс, если у него будут пассажиры, то есть если будут туристы. Поэтому, на мой взгляд, надо просто начинать формировать группы и возить их в Сочи. В Сочи к приему обещанного миллиона китайских туристов все готово. К работе спешат приступить туроператоры. Открыты двери и всех средств размещения. Работают китайские рестораны. В ожидании гостей из Поднебесных курорт налаживает отношения и с другими странами. Уже 15 января в Олимпийскую столицу прилетит первый самолет из Берлина, а в июне – из германского Франкфурта на Майне. Все вопросы, в том числе и с визами, глава Сочи решил буквально три недели назад. Открытие рейса из Франкфурта на Майне зависит теперь уже от германской стороны, как мы договаривались. Но со стороны России вообще мы как бы сняли все проблемы, которые у нас существовали. Предлагаю и здесь поступать таким же образом. Есть проблема, какая нужна помощь, но мы должны в реале понимать, как мы движемся вперед. Делегация из Чинду в этот раз приехала с представителями СМИ. Журналисты в эти дни собирают информацию о курорте, чтобы более подробно рассказать с экранов китайских телевизоров об Олимпийской столице. Сами гости из Китая утверждают, процесс налаживания отношений и организацию турпотока ускорит побратимство городов. Между Чинду и Сочи деловое сотрудничество уже налажено. Сейчас хорошо бы объявить наши города побратимами. Для моих земляков такое положение дел может стать ключевым. Мы хотим ближе познакомиться с Сочи. И личная встреча с туроператорами – наша главная цель сегодня. Итоги стороны подведут после завершения работы Международного туристского форума, в котором они также принимают участие. А пока китайцы продолжают знакомиться с Сочи. Помимо уникальной природы, гостей интересуют объекты культуры города. Особенно дом-музей Николая Островского. Интерес к писателю у китайцев традиционно высокий. Здесь же их приняли в пионеры. К слову, за этот год из Сочи в Красных Галстуках уехало сотня китайцев. Такая церемония на курорте проводится специально для гостей из Поднебесной. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.